Друзья, всем привет! С вами Става Айс. Добро пожаловать на канал обзора гаджетов и мобильных устройств. И первой сегодняшней распаковки это новинка на российском рынке от компании TCL. Совсем недавно у меня на канале вы могли видеть распаковку старшей модели 20L+. Ну а сегодня мы поговорим о среднем бюджете порядка 12-13 тысяч рублей. Что же готово предложить TCL за эти деньги? Но, к сожалению, по железу не так уж здесь все и хорошо. Здесь у нас довольно таки старый МТК-П22. Да, к сожалению, в 2021 году этот процессор уже ну абсолютно не котируется. Да что там говорить, даже полтора-два года назад, когда он только-только появлялся в бюджетном сегменте, он тоже особо не блистал. Здесь у нас экран 6,52 дюйма, но, к сожалению, HD плюс разрешение. Здесь у нас камера основная аж на 48 мегапикселей, поэтому, конечно, будет очень интересно ее оценить и посмотреть, насколько хорошо этот телефончик фотографирует и снимает видео. Потому что вполне возможно делает он это неплохо, и тогда можно будет, ну немножко, скажем так, закрыть глаза на не самое мощное железо. Здесь у нас 4,64 по оперативке и внутреннему хранилищу, а вот батарея довольно, скажем так, средняя для 2021 года 4000 мА. Но за счет этого телефончик не особо тяжелый и большой. Android 11 версии, ну и NFC на борту присутствует, так что все ваши покупки в магазинах с помощью телефонов вы можете делать без проблем. Но давайте уже начинать распаковку. Мне не терпится посмотреть на этот телефончик, на эту новинку. Но прежде чем мы начнем, хотелось бы сказать большое спасибо интернет-магазину Player.ru, который в очередной раз подгоняет вот такой вот классный телефончик на обзор. Именно в интернет-магазине Player.ru по самой низкой цене вы можете приобрести телефоны, планшеты, компьютеры, ноутбуки, а также бытовую технику. Ну и если хотите приобрести TCL 20Y по самой низкой цене, проходите по ссылочке в описании. Ну а мы будем начинать. Ну что ж, друзья, TCL 20Y. Среднебюджетное устройство, но среднебюджетное именно по цене. 12,5-13 тысяч рублей. Производитель просит за это чудо. Ну а вот по железу это все-таки скорее бюджетник. MTK P22 здесь у нас под капотом, что согласитесь, в нынешнее время не слишком-то круто. Может быть в остальном телефон нас порадует, но в общем посмотрим. Извлекаем смартфончик, пока убираем в сторону и давайте посмотрим на комплект. Здесь у нас куча различных бумажек, инструкций, гарантия. Скрепка лежит в отдельном пакетике. Имеется пленочка на экран. Наклеивать ее нужно самостоятельно. Также здесь есть чехольчик. Вот он он. Простой, прозрачный, довольно-таки бюджетный. Ну и собственно говоря, в пакетиках по-скромному лежит у нас зарядное устройство. Двухамперное, довольно скромное. Шнурочек для зарядки и синхронизации. Формата, давайте посмотрим, микро-USB, как я собственно говоря и полагал. Вот таким вот образом. Новое устройство, а стандарты старые. Ладно, убираем все это в сторону и давайте изучать сам смартфон. 6,52 дюйма здесь у нас экран. Присутствует NFC. Основная камера 48 мегапикселей и 8 ядер. Но правда без уточнения, что это MTK P22. Ну и 4,64 по ОЗУ и ПЗУ. Android 11 у нас в версии. Хорошо. Давайте отклеим все пленочки. Довольно неплохо смотрится все это. На тыльной стороне у нас пластик, но очень прикольно отполированный и сделанный под стекло. Действительно очень классно смотрится. Такое впечатление, что с двух сторон у нас стеклышко. По периметру пластик крашеный, но тоже, вы знаете, довольно неплохая фактура, неплохо сделанный и ощущается, ну скажем так, дороже, чем есть на самом деле. Камера, как уже сказал, здесь на 48 мегапикселей у нас основная. Ну и два бесполезных модуля, макро и портретник, которые, естественно, лучше бы вообще и не ставили. По старой доброй традиции сканер у нас на тыльной стороне. Ну и по кнопочкам. Кнопка включения и клавиша регулировки громкости с правой стороны. Дополнительная клавиша запуска ассистента с левой. Ну и сим-лоток, который, как мы уже поняли, комбинированный, находится также с левой стороны. Сверху отверстие доп. микрофона и 3,5 мм под наушники. Ну а снизу две прорези. Под одной из них микрофон и динамик под второй. И микро-USB-шник для зарядки и синхронизации. Вот таким вот образом. Экран 6,52 дюйма HD плюс разрешение. Ну и фронтальная камера здесь у нас скромная. Всего лишь 8 мегапикселей. Ну и на экран, да, просится либо пленка, либо стекло, потому что леофобки здесь нет никакой. Смотрите, как заляпался экран, а я еще даже не начинал им пользоваться. Ладно, давайте включим телефончик. Я его настрою и вернусь к вам. Ну что ж, друзья, TCL 20Y, ну или 20Y. После включения обращает внимание на себя довольно-таки толстые рамочки. Ну и особенно вот такой вот толстенный, здоровенный подбородок. Что говорит нам о том, что данный телефончик относится к бюджетному сегменту. Правда, по цене здесь TCL его оценивает где-то в 12,5-13,5 тысяч рублей в зависимости от магазина. Ну а за эти деньги, давайте вспомним. Мы можем приобрести, допустим, Realme C25. Ну или же обновленный C25S, которые по железу будут поинтереснее. В общем, давайте смотреть. Экранчик здесь, надо сказать, не самый лучший. Если в старшей версии 20L Plus был Full HD и очень красочный, очень яркий, здесь экран уходит в какие-то немножко синие тона. Но я уверен, что его можно немножко настроить. Все-таки TCL у нас это телевизионная компания, которая делает шикарные телевизоры, отличные матрицы. И здесь, конечно же, очень широкие возможности по настройке экрана. В самом экране можно настроить уровень яркости. И на самой высокой яркости я не могу сказать, что она запредельная. Какого-то запаса здесь нету. И в яркий солнечный день на улице может яркости не хватить. Есть темное оформление. Можно включить. Смотрится неплохо. В общем-то, те, кто любит темные темы, я в том числе, могут быть спокойны. Она здесь имеется. Дополнительные настройки экрана, заставки, цвета. Это заставки, полноэкранные приложения. Ну, в общем, здесь вроде бы больше ничего особенного. Но есть пункт NXT Vision, в котором мы можем включить улучшенное изображение, улучшенное видео с поддержкой динамических контрастов, то бишь HDR. Ну и настроить цветовой режим и температуру. Яркий, естественный режим, либо же расширенные настройки. Давайте поставим естественное. Ну и здесь также имеется режим чтения, ночной режим и солнечный свет. Повышает читабельность при солнечном свете. Ну, давайте попробуем оставить как есть. Выйдем сейчас на основной экран. Ну да, стало действительно ярче. Вроде бы синева ушла. Стало поинтереснее. Да, вот в таком режиме уже можно о чем-то говорить и можно использовать. Давайте попробуем использовать какие-то более спокойные обои, не такие броски. Ну, допустим, вот эти темные. Давайте установим, применим. Да, вот таким вот образом, вы знаете, мне нравится чуть больше. Не могу сказать, что прям-таки суперэкран, но стало гораздо лучше, чем было. Кнопка ассистента здесь, к сожалению, не настраивается. Это всегда кнопка ассистента. В общем, она здесь имеется. И те, кто пользуется ассистентом, могут, скажем так, вызывать его по нажатию одной кнопки. По настройкам еще. Имеется, естественно, возможность установить как управление жестами, так и управлениями кнопками. Здесь никаких вопросов нет. Есть различные расширенные функции типа игрового режима. Ну и так далее. Здесь, собственно говоря, оболочка TCL не позволяет как-то сильно кастомизировать ее, то есть поменять значки, цветовые схемы, темы и так далее. Все-таки она ближе именно к голому андроиду по наполнению и каких-то наворотов здесь нет. Об устройстве. Да, чипсет у нас здесь MT6762, то бишь MTK Helio P22 464 по оперативке и памяти. Ну и емкость 4000 мА. 11 версия Android здесь у нас. Ну и экран HD+, как я и говорил. В общем, вот таким вот образом. Давайте послушаем звук. Здесь у нас динамик один должен быть. Послушаем, как он звучит. Находится он с правой стороны снизу. Вы знаете, я не могу сказать, что он очень громкий. По качеству никаких вопросов и претензий нет. Звучит довольно ярко, довольно сочно, звонко. Но громкости явно не хватает. И можно, скорее всего, использовать свою мелодию. Подкрутить там немножко громкость, чтобы было нормально слышно в шумных местах. Но вот стандартные мелодии довольно-таки тихие. Ну и, конечно, всего лишь один динамик. Монодинамик находится снизу. В общем, супер-дупер звука здесь, к сожалению, нет. Как нету и повышенной герцовки, как нету и многого всего остального. Все-таки это бюджетная модель. Хотя и у нас она продается по цене порядка 13-13,5 тысяч рублей. Что считается уже средне-бюджетником. Модуль камеры. Ну, единственное, наверное, что более-менее здесь как-то вот выбивается. Это модуль камеры. На 48 мегапикселей основная. И два бесполезных модуля по 2 мегапикселя, о которых даже разговаривать смысла нет. Авторежим присутствует. Режим видео позволяет записывать у нас Full HD 30 кадров в секунду. Ну и есть у нас стабилизация видео. Это действительно очень классно. Потому что в том же Realme C25 и C25s стабилизации нету. Несмотря на то, что камера там такая же на 48 мегапикселей. А видео получается очень и очень грустным. За счет того, что все трясется. Посмотрим, как здесь с этим. Ну, а что касается фото возможностей. То режим портрета есть. Режим профи, где все можно настроить под себя. Ну и дополнительные фишки типа панорамы и супер макро. В общем, вот таким вот образом. Давайте посмотрим на примеры фото, которые я сделал. Пробежался по квартире сейчас. Сделал быстро несколько кадров. Давайте посмотрим. Начнем с растений. Цветочек стоит на окне. Хорошо освещен сейчас естественным светом с улицы. Ну и получилось довольно неплохо. Детализация хорошая. И цветопередача здесь естественная. К кадру вопросов никаких. Вот этот маленький цветочек стоит там же на окне. Рядышком. Ну а здесь, к сожалению, при приближении видно, что немножко пошел смаз. Скорее всего, точка фокусировки у нас ушла куда-то на лист. Ну да, вот сюда вот. А сам цветочек немножко смазанный. Хотя вот так вот по цветопередаче и по балансу белому вопросов никаких нет. Кошка стоит в коридоре. Стараюсь всегда сфотографировать, чтобы посмотреть, как у нас отрабатывает модуль при недостаточном освещении. И здесь у нас, ну, кадр такой на четверочку. Вроде баланс белого корректный. Но детализация, если приблизить, видно, что модуль не очень хорошо справился с недостаточным освещением. Скорее всего, задрал ISO. И, скорее всего, шумодав у нас убрал излишние шумы вместе с деталями. В общем, по цвету здесь все хорошо, а вот по детализации так себе. Здесь у нас текст, мелкий текст на коробочке с лекарством. Там же стоит на полке ниже. Ну и здесь я тоже вижу, что есть вроде как небольшой смаз. Вроде бы все читабельно. Вроде бы все хорошо. Но когда сильно приближаешь, видно, что немножко как бы с мыльцом. Это опять же говорит о том, что модуль попытался убрать шумы, но вместе с этим убрал и детали. Кактус стоит на окне. А здесь как раз-таки вообще никаких вопросов. Смотрите на эту детализацию. Насколько классно отработал модуль. Вот сюда я фокусировался. И действительно получилось очень круто. Можно мельчайшие подробности разглядеть. Все очень четко. В общем, шикарный кадр. Ну и цветок стоит рядышком на столе. Тоже свет от окна. Здесь все очень и очень неплохо. Яркая фотка. Детали на месте. И цвет передач тоже хорошая. Ну и фронталочка здесь. Скромные 8 мегапикселей. Ну и видно при приближении, что да, деталей нет. Все довольно-таки смазанное. Но если сильно не приближать, то цветопередача на месте. Баланс белого тоже. Здесь каких-то вопросов нет. Просто сам по себе модуль бюджетный. Понятное дело, что какие-то простенькие фоточки сделать можно. Если вы на многое не рассчитываете, то в принципе будет нормально. В общем, вот такая вот моделька TESEL 20Y. Если бы не ценник, я думаю, что если бы TESEL оценил ее где-нибудь в районе 9000 рублей, это был бы неплохой вариант для тех, кто хочет недорогую такую вот модельку, как второй телефон, либо же для ребенка, для бабушки, дедушки и так далее. Ну или же для тех, кто хочет такой неплохой телефончик с неплохой камерой, но допустим не планирует играть в игры. Это был бы неплохой вариант. Но за 13-13,5 это спорно. Будем, конечно, тестировать. Основной обзор будет совсем скоро. Но что-то мне кажется, что ничем особо нас телефон порадовать больше не сможет. В общем, буду завершать распаковку. Надеюсь, вам понравилось. С вас лайк и подписка. Ну а я скажу вам до свидания. С вами был Айс. Субтитры сделал DimaTorzok